Хакерскую группировку Fancy Bear ВАДА назвали преступной организацией, которая стремится подорвать работу Всемирного антидопингового агентства и его партнеров. Хакеры утверждают, что они располагают перепиской директора правового департамента МОК с генеральным директором организации. В ней целью первой части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена называется отстранение сборной России от игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, хакеры утверждают о якобы имевшем место сговоре между ВАДА и Американским Олимпийским комитетом с целью дискредитации МОК и исключения европейцев из руководства Олимпийским движением. Портал BuzzFeed пишет, что последние утечки могут быть ответом на решение МОК об отстранении сборной России от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Американские эксперты по кибербезопасности не сомневаются в связях Fancy Bear с российской разведкой. Бывший сотрудник агентства национальной безопасности Джон Шиндлер. Снова Fancy Bear. И под Fancy Bear я имею в виду ГРУ. Малькольм Нэнс, эксперт по терроризму и кибербезопасности. Я бы назвал этих русских хакеров мишками-боевиками. Они не просто причудливые мишки. Другими словами, они добиваются успеха и помогают Путину. В сентябре 2016 года в ВАДО впервые официально подтвердили, что группировка Fancy Bear стояла за атакой на базу данных организаций через аккаунты МОК, созданные к Олимпиаде в Рио. В МОК отказываются комментировать последние утечки. Тем временем исследователи из американской организации Thread Connect, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, обнаружила признаки того, что хакеры планируют атаки на антидопинговые агентства перед Олимпиадой в Хюнчхане. В течение прошлого месяца неизвестные зарегистрировали три домена, которые имитируют сайты ВАДО и антидопингового агентства США. Это, как считают в Thread Connect, напоминает методы, которые в прошлом использовала российская хакерская группировка Fancy Bear и наводит на мысль о существовании более масштабной кампании против предстоящей Олимпиады. Рафаэль Сааков, Михаил Майсурадзе, Настоящее время Америка, Вашингтон.